Безумная свадьба по-итальянски. В замке Ануцци встречает племянница Дона Антонио, которая представляет жениха и невесту королю. Желаю вам отличного здоровья, и чтобы вы прожили счастливо сто лет. У вас есть идеи насчет того, какую церемонию вы хотите? Я бы хотела королевский зал. Самый большой, с красными и белыми декорациями, если можно, поскольку приближается Рождество. В этом зале очень красочное украшение. Но это не совсем то, что нам нужно. Вам не нравится? Нет, совсем не нравится. Если это то, что вы предлагаете, то лично я против. А что скажете вы? Ситуация накаляется. Мама невесты Винченцо очень требовательна. Маттео придется соответствовать. Мы начнем вечеринку с открытого фуршета, хорошо? Простите, а что это означает? Фуршет предлагает горячие и холодные блюда от канапе до выпечки. А что насчет более существенной еды? Кроме этого, мадам, будут жареные блюда, деликатесы, крабы, фаршированные оливки по-скользски, круассаны. Еду готовят здесь? Да. Мама очень требовательна и очень внимательна. Она точно знает, чего хочет и как этого добиться. В конце концов, мы договорились. Договорившись насчет банкета, Маттео вздохнул с облегчением. Но еще не обсудили щекотливый вопрос торт. Я хотела выбрать торт с лебедями, а потом увидела другой, который мне понравился больше. Я выбрала классический, как у Кейт и Уильяма. Тебе действительно понравилось? Или тебе показалось, что он понравится мне? Я думала, что тебе он понравится. И снова мать и дочь сошлись во взглядах. Пора прощаться в истинно неаполитанском стиле. Клиенты довольны. Безумная свадьба по-итальянски. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...